В лице Александра Григорьевича Лукашенко мы видим, безусловно, выдающегося политика, лидера и масштаб его личности, безусловно, особенно раскрывается в личном интервью. Александр Григорьевич еще раз подтвердил свой курс на стратегическое партнерство, союзнические отношения с Российской Федерацией, обществе наших целей и задач в нынешнем непростом, таком турбулентном мире, когда усиливается и давление, ведется гибридная война, и Беларусь надежный союзник Российской Федерации. Наши народы связывают искренние отношения дружбы, приязни. Ну и, конечно, белорусский лидер — это человек большого интеллекта, политической воли и стратегического цели полагания. Это очень важно для современных политиков. Мы сегодня видим вырождение западных политиков. К сожалению, нет больше масштабных фигур. Мы видим политических карликов в Европе, которые, я считаю, в ряде своих выступлений, действий просто неадекватные и позорят свои нации. Лукашенко — это человек, который достойно представляет Беларусь. Это масштабный политик. И я думаю, нам всем повезло, что во главе Беларуси стоит Александр Лукашенко, во главе России Владимир Путин. Потому что масштаб их личности намного превосходит масштаб ведущих европейских политиков. Хочу сказать, что я очень впечатлен сегодняшним общением, неформальным, теплым, искренним. И наши чувства уважения и приязни к Александру Григорьевичу только укрепляются. Я думаю, что это интервью будет интересным с точки зрения эксклюзивных моментов, которые он назвал. Ну а для личного впечатления, конечно, это колоссальная, безусловно, журналистская удача, когда можешь поговорить с таким политиком, задать ему вопросы, получить ответы. А самое главное, донести их потом российской аудитории. Политический опыт белорусского лидера имеет колоссальное значение, особенно сейчас, когда мы видим усиливающееся давление на Беларусь, на Россию. Мир вообще вступил в эпоху хаоса, и сильные политики, я считаю, это национальное достояние любой страны. Президент Лукашенко, как верховный главнокомандующий, как человек, который выдержал вот этот вот колоссальный удар Запада, который пытался совершить государственный переворот, ведь мало стран, которые смогли так защитить свой суверенитет, как Республика Беларусь. Мы видели падение государств, их лидеров, разрушения, страдания, жертвы, кровь, миллионов людей. Там, где лидеры не смогли защитить свое государство.